всем здарова народ с вами с новым и драгом продолжаем карьеру за арсенал ну и что же ребята наконец-то я выяснил причину всего что происходило в последнее время в игре нужен эффективный инструмент для привлечения живой аудитории без ботов в этом вам поможет smm крафт качественная раскрутка во всех социальных сетях и на твиче smm крафт современный сервис для удобного продвижения ссылка в описании в общем я дописался до и спортсу написал им письмо гневное о том что игроки меняются позициями что меня это совершенно не устраивает после чего и sports мне все-таки ответили и сказали что они все поправят ближайшем обновлении и вот наконец-то это обновление вышло вот так вот я еле-еле достучался до их техподдержки это самая бездарная техподдержка которую я видел не в обиду и спортс но реально вы очень медленно реагируете на ситуацию очень медленно вытаскиваете обновление этой проблеме уже как месяц и получается так что если бы я не обратил внимание и остальные игроки они так и не поправили эту проблему так что ребят мы творители этой игры вот такие вот мы ребятки крутые ну ладно все это было рель лирическое отступление как мне сообщили в esports и как в принципе они сообщили в обновлении они действительно все поправили и я сейчас узнаю так это или нет но это реально был бак я думал что у меня глюкануло что игроки меняются позициями а оказалось что это действительно был бак вот это конечно прикол я уже реально думал что у меня склероз какой-то мало того что они меня испугали так еще и по-любому многие из вас думают почему у них игроки находятся то на пцз то на пз то и вообще куда нибудь другое место уходят а в режимах профи так у них вообще получается так что указание игрокам выдавалось на лзшника и ребят это какой-то ужас и сейчас матч будет со спортингом и я по идее хотел его симулировать но так как это спортинг это всегда тяжелый соперник для меня и в принципе я хотел сыграть этот матч сам но но сыграем наверно основой в запасе сейчас я воткну других игроков в принципе я сегодня хотел посмотреть на звали мы и в основе у меня сегодня выйдет играть азил азил у меня сегодня выйдет играть наверное место джаки и поменять с местами ста рэйрой ста рэйрой сегодня будет играть чистого опорника ну и ребятки я благодарю вас за поддержку не забываем что следующая серия выйдет тогда когда вы наберете много-много лайков и поддержите канал лайком поддержите карьеру лайком и вперед выходить на поле со спортингом в принципе лирическое отступление закончено я слишком много говорю в карьерах ребят ничего не могу с собой сделать но сейчас мы выходим на поле чтобы показать всем красивую игру легендарный уровень 5 минут облачно выходим чтобы побеждать спортинг арсенал лига европы и вот создав спортинга на ваших экранах отмечу здесь доста рафиньо и конечно же ребят у них неплохая защита и пол защиты меня тоже радует фернандо ж может показать сегодня просто непризойденную игру и кстати на ней на ней вполне себе классный чувак и многие его недооценивают многие критики его недооценивают и это зря ребят он может просто неожиданно выстрелить так что сегодня нам нужно показать хорошую игру и я верю в свою команду я верю в свой клуб и я верю что эти ребята смогут добиться высот но и давайте давайте сегодня покажем красивый футбол в первую очередь и ребята удар лену красавчик лерой санэ великолепный играет лерой санэ и какой удар чуть-чуть не повезло азил делает подачу удар обумиенга ой 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 оюшки как этот мяч залетает я не скажу что это косяк лену но обычно такие мяч и вратарь всегда ловил посмотрите на этот момент далее рой санэ чуть ошибся но тут конечно что-то невероятное произошло неужели вратарь даже не коснулся мяча да он даже не коснулся он даже не успел к этому мячу и еще то табло ребята 1-0 вот так вот и начал играть Красиво Махитарян, великолепно Центр отдаёт И сейчас бы до конца доиграть И просто не даёт ничего сделать Азил Торейра, у него офигительный удар И он его показывает Это счёт 1-1 Это 1-1, ребят Посмотрите на этот момент ещё раз Великолепная передача на Торейру И какой же пушечный выстрел получился Этот парень очень хорош И я думаю, что он будет звездой нашего клуба в будущем Сколько я буду играть эту карьеру Я пока точно сказать не могу Но мне нравится пока играть за Арсенал И я буду продолжать Ну что это опять происходит? Какая атака? Не давать пройти И передача на фланг пошла Нани! Великолепно играет Сократиас И тут хорошо И доиграл до конца Бумьянг Ну это умничка Махитарян в атаку бежит И отрывается вроде бы от игрока Но тут его пытается схватить И... тихо-тихо Тут в центр надо отдать Ну и судья свистит не вовремя Такую атаку запороли И счет на табло, ребята 1-1 Ну, второй половине нужно кого-то выпускать На самом деле посвежее Я думаю, что долго мы так не протянем Давайте вместо Саны выйдет и Вобби В центр я пока не знаю кого Я не буду рисковать Мустафи выпускать Это мертвый номер Возможно, он только хуже все сделает Фернандеш На фланг Подача И хорошо играть Тереш Азил устал существенно И Суарес Суарес больше устал, чем Азил Так что выпускаем Гендузи И, пожалуй, пока все Азил, может быть, сам откроется И открывается Азил И сейчас момент может быть у него Подрабатывая под левую Бьет и... Что с ударом, а? Что с ударом у Азила? А Бумьянг пробивает Почему он бил левой ногой? Я же как раз подработал под правой Подача Удар головой И как на 89-й минуте Пропускаем такую хрень От база-то Доста, бля Ну, Кулебали просто не сработал как надо Совсем не держал игрока И счет надо было 2-1 89-я минута Ну, тут уже 90-я Мы уже просто имеем Катастрофический шанс отыграться Поиграл, называется, на расслабоне И что? Нарушение? Вот сейчас судья-то считает, что это нарушение Но когда избывают наших игроков Все Просто кранты Ладно Ну и судья больше не дал в момент для атаки И все, ребятки Встреча закончена Последнюю минуту пропускаем от спортинга Но я отыграюсь Я в ответной встрече покажу им, где раки зимуют Но мы имели больше преимущества У них 2 удара, 2 гола Я не знаю, как это работает Все залетает Все, что они бьют, все залетает Матч с Фулхомом я не буду проводить сам Я доверюсь симуляции Но перед этим Перед этим мы, конечно, поменяем номера Я поставлю те номера, которые вы написали в комментариях Но Исключением будет, наверное, Лерой Сане Я поставлю пока ему 17-й номер Я не знаю, ребят, почему я так решил Потому что, наверное, 11-й занят Торейро Я его отобрать не могу Седьмой Махитарянам 17-й Это, в принципе, как седьмой Да А Бумианг будет играть по-прежнему По 14-м Потому что это номер Анри И он как бы в интервью говорил Что ему симпатичен этот номер И он не хочет его изменять Да По сути, мы меняем только номер сейчас Лерой Сане Суарес у нас остается По 21-м Но я видел, что есть, ребятки И Суаресу Просят поставить 17-й номер Кто-то просит Суаресу 11-й А Лерой Сане Просят еще и 9-й поставить Но под 9-кой Лерой Сане Не знаю Давайте попробуем все-таки Лерой Сане дать 9-й номер Посмотрю, как он под ним будет смотреться Если будет все нормально То я ему оставлю этот номер Если вы застрете этот номер в комментариях То я его изменю Суаресу 11-й давать не буду Потому что 11-й у Торейро Он будет играть по 21-м По-прежнему Так, Лена Вы просили поставить однерочку Сейчас посмотрю Под однерку, по-моему, играет сейчас Чех А Чех у нас пока еще в клубе Не хочу бежать по ветерана Да, Петр Чех играет под первым номером Пускай он будет пока первым Ветерана не будем обижать Ветеран тем более будет выходить у нас На какие-нибудь не очень значимые встречи Такие как, например, матч с Вулховым Сейчас я его выпущу Может быть будет играть полностью на Лиге Европы А теперь давайте распланируем еще дальнейший календарь Там Лестер Сити нас ждет И здесь обязательно, ребята, нужно играть самому А что касается Вулхама Здесь в симуляции Я не верю, что Вулхам прям даст нам прикурить Вперед, симулировать И действительно мы побеждаем С счетом 2-1 Забивают Абумиенко и Торейро Так, и вы просили Лену убрать с тренировок Что ж, поставим сюда Денниса Суареса Так уж и быть, так уж и быть Где там Деннис Суарес? Где ты, родненький? Вот он Интересно, он будет развиваться или нет? Будем его больше качать на пас На завершение на атакующую позицию И силу удара Он не будет у нас каким-то там разрушителем И я сейчас попробую сделать одну штуку Так как Торейро и в принципе Джака Являются у нас такими вот разрушителями У меня будет 2 формации Под эту систему С Джакой и без Джаки То есть сейчас, ребята, у нас будет выглядеть Вот таким вот образом состав Сейчас покажу Схема будет у нас атакующая Будет играть Джака Торейро Махидарян будет играть у нас на фланге И Суарес будет играть человека Который будет отдавать передачи То есть будет играть под Абумиянгом Я думаю, что эта схема как раз затащит В случае того, что если Суарес будет травмирован Либо плохо себя чувствовать У нас будет Азил, который будет выходить на эту позицию Или будет меняться схема Будут выходить 2 разрушителя И 1 Азил То есть я потом еще покажу, каким образом это все будет работать Но, ребята, это будет работать интересно В первую очередь О, Манчестер Юнайт хотят от Азила Ну нет В английскую команду я продавать Азила не буду Хватит с меня уже Людей, которые ушли А вот в Ювентус я с удовольствием продам И попробуем сейчас за него побольше выручить Хотя и так, в принципе, сумма-то неплохая Давайте примем предложение Посмотрим, перейдет он или нет Мне понравилась сумма Тем более от Азила я собирался избавляться В последнее время, конечно, он не так часто играет хорошо Но, кстати, в матче со Спортингом он оказался лучшим игроком встречи Это тоже интересно Но, откровенно говоря, я провалил игру со Спортингом Хотя два удара в створ всего Казалось бы, в чем подвох Но, ребята, это... это Спортинг Мы атаковали больше, мы показывали больше игры Но, к сожалению, не смогли красиво сыграть И победить не смогли Что ж, Азил продан, Азил продан в Ювентус Ювентус будет теперь с Азилом и Роналду То есть связочка с Реал Мадрида вернулась Кто помнит эту связку, ставьте лайк и пишите в комментариях А теперь Манч с Лестерс Сити Что ж, приступаем к игре И я надеюсь, ребят, эта игра выйдет интересной и захватывающей Выходим на поле Я хочу сегодня победить хоть раз Премьер лига Арсенал Лестерс Сити И вот так вот выглядит таблица Да, Манчестер Сити, кстати, идет на четвертой строчке Надо будет посмотреть, кто идет на первой И вот состав Лестерс Сити на ваших экранах Отмечу, пожалуй, Аббаты, Эванса И, ребята, у них неплохая еще ползащита Здесь Лолана играет и Олбрайтон В атаке, конечно же, Варди Двигающая сила этого клуба Но сегодня нужно обязательно победить Очень сильно попортил мне настроение спортинг И как я ему проиграл, я сам у мани приложу Но, ребят, впереди еще много матчей Я уверен, что мы еще отыграемся с спортингом Отыграемся на своем поле и сделаем все красиво Мхитарян с мячом Великолепно пытается тут сыграть И... Хороший подкаст Денис Уарес Отличная передача на Тореро Тореро на фланг И Мхитарян убирает игрока в центр И как разыграли! Тореро не попадает в девятку Да, красиво было разыграно Все четенько получилось И жалко, что не попал в ворота Тореро Отличная передача Абамиянк убирает игрока Проходит сам Оу, ну здесь пенальти! Так пенальти же было! Что, серьезно? Посмотрите на этот момент еще раз Ну... Да... Ребят, но если после этого не ставить пенальти Я то... Я не знаю, что тогда сделать Ну реально в ногу играли Не в мяч Совершенно не в мяч Ну вот она Вот она ситуация-то какая Просто скосили нахрен Ой, блин Пишите ваше мнение в комментариях Лично я считаю, что там пенальти Джака Отличная передача на фланг И Лерой Сане убирает игрока Бьет! Что-то не так Надо было сильнее пробивать Давим мы, давим в Лестер Сити Надеюсь, голд это приведет Что, просто так, что ли, давим? Тореро Великолепно! У него удар! И покажи свой уровень, парень Хорошо пробил Ну и что ж, ребят Первый плей накончено И... Не знаю Неоднозначное впечатление Атакуем мы больше Показываем лучшую игру Но соперник явно хорошо держится Я думаю, что это неспроста Мне кажется, сейчас во второй половине Он что-то натворит Джака Абумьянга Много народу здесь, конечно И... Тут уже пробивал сейчас Деннис Суарес И давайте выпустим Азилла Может быть, он больше Покажет момент Джака Хорошая передача Джаки Не было офсайда И Абумьянг забивай! Угловой Шмейхель просто затащил Да... А ведь хорошо пробивал Абумьянг Ну, Шмейхель Ну, это реакция Это просто на реакцию было взято И что? Что это такое? И это гол На 90-й минуте опять Это скрипт Я не верю в это Я не верю, что мои игроки Просто перестают бегать На 90-й минуте Ну... Один гребаный удар Створ И мы пропускаем Два поражения, ребята Два поражения Мы играли в двух матчах Намного лучше Эээ! Судья! Это что было такое? На последних минутах Просто должен быть пенальти Он ему в ногу сыграл Просто проиграли на последней минуте Три удара в створ Ладно, камон Три удара в створ У нас шесть Шесть ударов Подходов было больше Ладно, ребят, не буду тут Не ныньте Я даже не буду бомбить По этому поводу Но Последний момент, конечно По-моему, там было сыграно в ногу Вот опять Финальти на Абумиянге не поставили Шемейхель затащил просто стопроцентный момент Я не знаю, как играть в эту игру Конечно, мы должны сбивать свои моменты И проигрыш Лестеру Это просто Просто ужас И несправедливость Полнейшая несправедливость И я не хочу Признавать свое поражение Мы были по всем статьям лучше А Лестер просто взял Контратаку Одну сделал в конце И заклепал нам этот мяч Ладно, ребят На этом все Спасибо большое за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И оставляйте свои комментарии Извините меня, пожалуйста За эти два поражения Они явно были на последней минуте И я не знаю, как это объяснить Я совсем не расслаблялся На последней минуте Я Играл, как играл Я ничего не делал такого Чтобы пропустить Прямо на последней минуте Извините Но, ребят Это футбол Я больше ничего не могу сказать Если вам нравится Карьера за Арсенал Хотите увидеть Дальнейшее развитие ее То поставьте лайк Оставьте комментарий И подпишитесь на канал Ну а с вами был Медрик Всем удачи И до скорых встреч, друзья Всем пока И да Не забываем делиться видео с друзьями Это помогает канал Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok